Мамона или раздаватель, в чем разница? Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Сегодня поговорим о даятелях. В нашей христианской жизни мы часто сталкиваемся со словом «мамона». Вдобавок, в слове Божьем есть и дар Святого Духа раздаватель. Так, мамона или раздаватель, в чем разница? И где мы находимся? И, конечно, помогает ли нам Дух Святой в нашей финансовой жизни и финансовом служении? Господь не осуждал богатство самого по себе. Иисус Христос осуждал любовь к богатству, деньгам и приверженность мамоне. Вдобавок, есть плейлист «Мамона или раздаватель» на Ютубе, где мы рассматриваем все в деталях, как будто бы мы углубляемся. Посмотрим на слово «мамона» в Библии и в наше время, на служение даятеля в Библии и в наше время. Рассмотрим, как жить и зарабатывать в наше время с помощью Духа Святого. Ведь именно про это говорил Иисус Христос, когда говорил в Евангелии от Матфея, что человекам это невозможно, Богу же все возможно. Это Евангелие от Матфея, 19 глава, 26 стих. Друзья, а вообще мы говорим о таком даре служения Духа Святого, как даятель. Как нам стать даятелем в Доме Божьем? А мамону рассматриваем как, как не нужно делать. И это финансовая сторона нашей жизни. Если у нас возникает вопрос, и мы не можем получить ответ, значит всего лишь нужно рассмотреть более детально. Конечно, это мы и делаем на страницах этого блога. И что касается и этой темы. Задайте вопрос Богу. Правильно ли я поступаю с финансами, которые ты даешь, ты Отец Небесный? Мы много говорим и будем говорить о Боге, Иисусе Христе и Святом Духе на нашем канале. Следите и, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в этом увлекательном путешествии. Преданность деньгам и Богу совместимы? Друзья, посмотрим на место из Слова Божьего, где Иисус Христос говорит о мамоне. Эта речь и это пояснение появилось из-за того, что в то время многие фарисеи учили, что преданность деньгам и Богу полностью совместимы. А это учение было связано с распространенным мнением, что земные богатства означали Божьи благословения. Поэтому богатых людей считали любимцами Бога. Посмотрим, что говорит Библия про мамону. Откроем Евангелие от Матфея 6 глава стихи 24, где Господь говорит со своими учениками про сокровища, богатство на земле. Никто не может служить двум господам. Или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Это Евангелие от Матфея 6 глава 24 стих. Здесь Иисус Христос говорит, что человек не может служить двум господам. Господь говорит, что надежду своей жизни человек должен полагать не на богатство, а на Бога. Здесь упоминается слово «служить», то есть как раб служит. Раб не может служить двум господам, правильно? Или богатству, или Богу. Человек не может быть рабами и Богу, и деньгам. Друзья, как вы смотрите на современный мир, где очень можно много купить за деньги? Конечно, хорошо, когда мы можем купить хлеб-печенье. А когда купить диплом об образовании, откупиться от наказания за преступление? А когда имея богатство большое и идти против ближнего своего, зная, что не будешь наказан? Безнаказанность порождает следующее преступление. Где царствует мамона? Когда где-то царствует мамона, то безнаказанность можно купить за деньги. Хорошо, иногда человек своего рода и сам пользуется этим. Но нельзя забывать, что преступление может быть сделано и против тебя, твоей уже монетой. Только у него больше денег. Справедливо это или нет? Отличие человека, который пошел на поводу у мамоны и тем, кто служит даятелем в том, как человек решает свои вопросы в жизни, и это касается и финансовой стороны. На что он опирается в решении? На деньги или на Бога? На силу Духа Святого? Его опора в зарабатывании денег взятки, откаты, а единственная цель – деньги, богатство. То и пользование этими финансами у человека будет личное. Человек чувствует, что он сам, собственными силами их заработал. Дух Святой и его сила тут ни при чем. И, конечно, будет тратить сам. А это опасность для человека, когда будет тратить. Этот мир за деньги предоставляет много искушений, в том числе и грех. А человеку без силы Духа Святого самому практически невозможно противиться искушениям этого мира. И человек попадается в ловушку мамоны. В ловушку забот этого мира, где все можно купить за деньги. Значит, Бог уже не нужен. Он становится на второй план. А со временем и вообще не интересуется, что Бог думает на это. Почему? Потому что он уже знает ответ. Где царствует Дух Святой? А если в жизни человека царствует Бог, Дух Святой, то человек, перед тем, как поступить, спрашивает у Бога, что он думает на эту ситуацию. И надежды на решение вопроса он возлагает на Бога. Отличие человека, который пошел на поводу мамоны и тем, кто служит даятелем в том, как человек решает свои вопросы в жизни. И это касается и финансовой стороны. На что он опирается в решении? На деньги или на Бога? На силу Духа Святого? Если его опора в зарабатывании денег Дух Святой, а цель – деньги, богатство, то и пользование этими финансами у человека будет не личное. А человек осознает, что все, что он заработал – это помощь Бога. Человек чувствует, что он не сам собственными силами их заработал. А Дух Святой и его сила дала ему эту возможность. И, конечно, будет тратить так, как Бог говорит о финансах. А это благословение для человека, потому что, когда будет тратить этот мир, который за деньги предоставляет много искушений, в том числе и грех, не сможет к нему приблизиться. А человеку без силы Духа Святого самому практически невозможно противиться искушениям этого мира. И человек не попадается в ловушку мамоны, в ловушку забот этого мира, где все можно купить за деньги. И, значит, Бог нужен всегда. Он становится на первый план и всегда интересуется, что Бог думает об этом. Почему? Потому что он уже знает на практике, как Бог заботится о нем, его финансах и его благе. И все больше доверяет ему. Ему нетрудно выделить часть финансов на церковь, ведь эти все деньги дал Бог. Можно сказать, что Бог передал финансы в свой дом через этого человека, а он пользуется тем, что осталось. И даже этого остатка вполне хватает для жизни и благочестия. Служение даятеля, раздавателя. Даятель или раздаватель, как дар служения Духа Святого. А если человек знает, что его финансы и богатства заработаны, давайте так скажем. Конечно, он поступил так, как сказал ему Дух Святой. Не зная, какой результат будет. И в его жизнь пришли финансы. То он знает, что это Бог дал. И, конечно, ему будет легко быть даятелем. Конечно, чтобы быть даятелем, нужно хоть немного быть финансово грамотным. То есть, правильно распоряжаться деньгами. Но это другой вопрос. Человек, который в своей жизни ставит на первое место Бога и ищет ведение Духа Святого в своей работе, служении. Который живет не своими рассуждениями и своей силой, а полностью надеется на Бога. А финансы и приобретение богатства не исключение. Бог не против, чтобы вы были богатыми. И, конечно, Отец Небесный не хочет, чтобы заботы этого мира стали Богом у вас в жизни. Друзья, просто нужно научиться, как жить с Богом, с Духом Святым. Ведь для этого и пришел и сейчас пребывает с нами Дух Святой. Чтобы нас привести в закон Духа жизни. И, конечно, чтобы мы имели все, потребное для жизни и благочестия. В следующем подкасте мы посмотрим более детально на слово Маммона. Друзья, задайте вопрос Богу. Не одолевает ли вас суета? Спросите у Духа Святого. Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Богу, Отцу Небесному. Сегодня мы путешествовали во времени. Смотрели, что говорит Иисус Христос о служении Маммоне и Львове. Мы еще много будем говорить на темы Бога. Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. Сегодня я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово Откровения от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok